наше путешествие продолжается мы едем дальше следите за stories было здесь нам очень классно еще раз покажу нашу клевую отельную елку с пряничными домиками с каровозиком кстати все эти домики съедобные и тот самолет тоже съедобный сейчас просто стоят люди идем забирать нашу машинку чтобы ехать дальше сейчас покажу как красиво на территории отрицать настоящее бали валя валя паркинг это когда парковщик забирает мою машину увозит потом когда тебе надо выходишь он привозит тебя дает ключики а селф паркинг когда ты все это делаешь сам мы выбрали селф паровозик 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 здорово как сделали они все домики съедобные клево да красавица елка итак мы приехали на мыс канаверал космический центр наса имени кеннеди уху сейчас будем вам показывать рассказывать ракеты ракеты куда все идут туда надо идти и я еще не знаю зал славы астронавтов сейчас все посмотрим разберемся слушайте хватит мне писать про указательный палец не нравится не смотрите мои stories еще раз напишите средний покажу все я все сказала спасибо а это для моих адекватных подписчиков кеннеди спейс центр мы сейчас хотим пойти зал славы здесь очередь ответ что здесь очень ойт ракета до тоже оказывается мы встали очередь где какое-то кино формате им с 3d очках посмотрим что еще немножечко ракет или что-то как-то еще сами не разобрались что здесь к чему сейчас какой-то фильм посмотрим и пойдем это вот центр управления так как все это выглядела если есть среди моих подписчиков фанаты космоса ну вообще это шлем и ледные космические но я поняла но это же все чей скафандр гася крис этот его скафандр такой уж он и большой был такой там мне кажется меня ростом нет вот можно попробовать рычажки понажимать база база первому первый двигатель запущен а эти жмутся это реальная капсула в которой космонавты вернулись на землю указательный пальчик будет так а что за космонавты это в ней вернулись ну конечно мало американских космонавтов знаем но кроме нила армстронга армстронга армстронг даниила базолдрин еще знают а это вот алан шепард как наш юрий гагарин первый космонавт у нас гагарин у них шепард а вот сколько космонавт много пока что впечатления смешанные или смешные не можем сказать нравится нам наши космонавты конечно же круче мы идем дальше посмотрим посмотрим что дальше дадим шанс наса дадим а вдруг нам понравится и цена за вход извините что такая немаленькая о можно залезть в шаттл пускал в 12.30 приходите в 12.30 а это вот марс да о это марс а можно как ты думаешь наступать почему нельзя это вот марсоход который сейчас на марсе ходит прикольно нереальный какой-то колеса у него смотри какие круглые а батарейки а вижу мы только что выяснили что на марсе мы все выглядели бы намного лучше протяжение меньше ничего бы не отвисала щеки ой я бы была намного легче в три раза класс а вот сейчас мы где будем не едем настоящий центр нас привезли на стартовую площадку ракет с виду очень прикольно такой глобальный тут у нас интересно выпустят походить это по этой дороге на тягачах тянут ракеты на стартовую площадку у нас тут не выпустят вот это действующая стартовая площадка для ракет стартовая площадка для ракет илона маска прикольно вот он space отсюда правильно ракета запускают я ждала что по спейс будет все машины тесла нет почему-то это не так вот так конечно это очень масштабно выглядит я не знаю насколько масштабность передает видео но не передает скорее всего но нам даже из окошка автобуса прям дух захватывает что это нам сейчас будет показывать да ого хо 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 очень 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 это масштабно это да в общем-то основное впечатление можно получить непосредственно находясь здесь конечно снять все это толком невозможно но здесь а вот он и наш флаг россия на ней здесь везде по-честному рассказывать что мы были первые что первый наш юрий гагарин что у них долго не получалось кеннеди спейс центр наса все поехали мы дальше здесь нам понравилось если по пути то вообще отлично спасибо моим подписчикам за теплые приятные слова мы остановились заправиться пообедать потому что у нас три часа дня ну и собственно говоря у нас еще впереди достаточно длинный путь дома хочу показать как сделано я даже не знает заправкой не назвать просто такая станция есть еда есть супчики есть фрукты йогурты все это можно взять супчик можно погреть можно взять бананчик апельсинчик шоколадку сосиску в общем все что угодно перекусить заправиться любые напитки пожалуйста чай кофе все что угодно можно самому сделать себе свой напиток очень удобно я конечно зашла сюда казалось что съем все но нет ну нет так казалось голодухи в принципе я съела говядину брокколи немножко картошки и очень даже наелась и рулить мне будет намного легче на сытый желудок дорогу можно взять яблочко или банан вот два фрукта за доллар 49 один фрукт сто девяносто девять возьму себе яблочко и банан дорогу даже лучше чем булки жрать такая как это лишь правильно называется здесь можно и поесть и заправиться жена берет только один банан и одно яблоко тогда нас двое но я поделюсь с тобой и яблоком и бананом так все большая часть пути пройдены остановились попить ножки размять что такое молча так вот доскнил вечерее а вот и едем но уже чуть чуть осталось уже чуть чуть и мы в майами Продолжение следует...